всем привет привет рада видеть вас на своем канале сегодня я хочу поделиться с вами мастер-классом как же вышивать крестиком но в отличие от других видео это будет пошаговый мастер-класс с конкретным примером на конкретной схеме и вышивать я буду пошагово вместе с вами покажу весь процесс от самого начала до самого конца и конечно же по ходу я буду рассказывать вам давать комментарии рассказывать что и как и почему я делаю а в конце вас ждет еще один маленький бонус поэтому не переключайтесь и давайте начинать сегодня мы будем вышивать вот такую вот картинку такую вот маленькую конфетку которую я нарисовала сама это моя собственная такая мини схемка ее мы будем с вами вышивать вот я ее распечатала вот собственно такая схема ну предположим вы купили какой-то маленький набор для вышивки или скачали какую-то схему и хотите ее вышить там обычно в наборе идет такая вот схема потом ключ к схеме но у меня на английском ну думаю в принципе все понятно то есть это символ символный ключ к схеме то есть какой символ какой цвет означает это количество нитей во сколько нити нужно вышивать сколько нити вдевать в иголку она обычно если это 14 каунт то как правило используют две нити стандартно для полного креста эта фирма не так но в наборах фирму конечно обычно не указывают но поскольку это моя самодельная схема то у меня вот фирма гамма поэтому если хотите вышить точно такую же схему то вот можете иметь ввиду что это фирма гамма и вот код производителя то есть вот у меня бобинки они конечно же продаются не в таком виде но я их просто уже перемотала на бобинке мне так удобнее так вот эти коды производителя ну и собственно название цвета далее нам понадобится вот кусочек канвы но я специально взяла маленькую чтобы на экране было видно чтобы она не занимала много места но обычно канва идет с большим запасом она у меня вот она такая маленькая но конфетка примерно такого размера и будет и вот собственно игла и давайте начинать давайте же скорее уже вышивать нашу конфетку так с чего же начать ну обычно любая вышивка будь то набор или вот такая авторская какая-то схема из интернета начинается с определения центра то есть вам нужно понять с какого места начинать вышивать на самом деле начинать откуда отсюда отсюда в общем с какого-то угла или откуда-то это неправильно начинать нужно обязательно с центра так вы избежите ситуации что вам не хватило канвы к сожалению такое бывает если вы как-то неправильно начнете то вам может просто не хватить канвы и собственно ваша вышивка пойдет к году подход поэтому нужно начинать с центра так вам точно ее хватит как определить центр на конве это делать очень просто складывайте канву пополам аккуратненько вот так вот пополам и еще раз пополам вот так вот и вот это вот место сгиба вот видите такой получился это собственно есть центр я обычно как-то аккуратненько ручечкой так помечаю но только берите что-то очень такое не ядреное потому что ничего может канва пропитаться это будет видно поэтому я вот аккуратненько ручка так вот пометила центру сейчас мы расправим и вот он наш центр общем-то его видно то есть начинать нужно отсюда теперь нам нужно определить центр на схеме собственно с какого цвета с какого места нужно начинать уберем делать это тоже очень просто обычно на всех схемах есть вот такие вот стрелочки и если следовать по ним от края к центру то вы собственно и упретесь в этот самый центр ну то есть примерно по схеме центр это вот это вот это вот этот символ так это у нас по палочку такая это у нас ярко-голубой видите 3122 с него мы вышивку и начинаем и кстати мой вам совет это в принципе такой классический совет начинать нужно с цвета которого больше допустим если у вас вокруг центра несколько цветов ну как у нас вот да например а то лучше начинать с того которого больше чтобы уже вышить какую-то массу да и от нее уже отсчитывать цвета который поменьше иначе вы можете где-то ошибетесь то вам придется все распускать переделывать потому что очень легко ошибиться поэтому советую начинать с того цвета которого больше у нас это вот 3122 с него мы и начнем и так я взяла как видите вот ниточку мулине вот такая вот она обычно в ней в стандартных мулине идет шесть вот таких вот маленьких ниточек видите всех тут 6 обычно нам нужно вышивать в две нитки то есть нам нужно взять из этого вот всего весените вытащить 2 на самом деле это делать очень просто так вот берем отделяем две ниточки и аккуратно вот так вот их отсоединяем это делается очень просто то то есть в принципе ниточку у вас не запутается вот если делать так аккуратненько то все будет хорошо и она вот так вот легко отсоединяется но тут могу вам один лайфхак подсказать ну конечно может так все делают но я вот сама для себя открыла такой лайфхак поскольку у нас вышивка только начинается крепить нить по идее никуда я начинаю вышивку следующим образом то есть я беру не две ниточки а одну вот так вот и аккуратненько отделяю беру одну ниточку складываю ее пополам сейчас беру два кончика да и складываю так пополам у меня получается опять же двойная нитка такая но тут вот она видите с таким таким вот круглым кольц кончиком с петелькой и вот мы берем также наши две ниточки и сейчас продеваем в иголку так вот я проделал иголку да то есть все ниточка готова к вышивке берем нашу канву вот этим цветом вот этим центром можно вниз чтобы был особо не видно и смотрим так центр у нас начинается вот здесь ну вышивать будем как у нас с этой стороны так вот этот берем берем центру тут примерно да вот у нас ну плюс минус там пару пару квадратиков они конечно не принципиально так берем продеваем ниточку да вот так вот не до конца теперь делаем первую часть крестика вот сейчас покажу видите то есть тут продели теперь сюда вот так вот так раз и теперь сейчас покажу как крепить нить в начале вышивки как это делаю я по крайней мере берем нашу вот эту петельку сюда иголочку так просовываю вот так вот раз за петельку зацепились и вот так вот продеваем увидеть у нас нитка вот так вот без всяких узелков без всего она закрепилась и теперь протыкаем вот в эту ручку сделаем второй нахлёст крестика да то есть так раз и вот сюда вот и все первый крестик собственно готов также сразу хочу дать один совет чтобы вышивка смотрелось аккуратно красиво все крестики должны быть выполнены в одну сторону обычно вышивать сначала вот эту часть то есть слева направо а потом справа налево как сейчас я вышивала все крестики они должны вышиваться строго вот таком порядке если будете каждый раз делать по-разному то вышивка будет смотреться менее аккуратно так теперь вышиваем дальше то есть у нас тут а мы начали здесь то есть теперь нам надо вышить вот эту часть ну далее вышиваем по схеме наш вот этот свет так ну в принципе я иногда вот вышивая не снизу вверх а сверху вниз это в принципе не принципиально главное сохранять порядок именно наложение и нитей друг на друга то есть сначала мы вышиваем вот слева направо грубо говоря да снизу вверх вот так куда вышиваем наклон вправо сначала у нас идет ну я просто вот вышивая так но это в принципе не принципиально можно и и так главное вот опять же говорю сохранять сохранять порядок наложение нити друг на друга сначала мы вышли наклон вправо потом наклон влево и таким образом вышиваем в общем то весь наш синий цвет сначала наклон в эту сторону и кстати вышивать крестики можно не обязательно прям сразу я обычно знаете как делал вот мы сейчас цвет находимся вот здесь я вышел вот это вот это и можно знаете как вышить сначала наклон в одну сторону туда потом обратно то есть видите как делая сначала вышиваем половинки крестика да то есть но главное строго в одном направлении делать сначала сейчас мы вышьем туда да и потом я вышью обратную половину и таким образом вернусь обратно вот в эту точку с которой я начала и продолжу вышивать дальше так вот я сделала видите половинки то есть вот эту часть я вышила половинками и теперь ведь они все в одну сторону смотрят и теперь я их закрываю второй половинкой и иду то есть я вышиваю вот так 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 то измелькой и в итоге я вернусь обратно сюда и так какую-то часть я уже вот вышила вот эту вот часть я уже вышила но у меня видите заканчивается ниткой осталось совсем чуть-чуть и ее нужно как-то закрепить как закрепить заканчивающуюся нитку так чтобы не было узелков аккуратно чтобы было аккуратно изнанка вариантов на самом деле много и я покажу как это делаю я я беру просто ведь вот сюда на изнаночную сторону вывела иголку и просто беру и вот так вот продеваем под вышитыми нитями нитями вот так вот так прячь ее как бы под вышитые нити достаточно далеко так вот протягиваю и все и закрепляю и вытаскиваю все в принципе вот кончик наш готов и его просто отрезаете и нитка будет достаточно крепко крепится и никуда не денется теперь как же закрепить новую нить вот я продела следующую партию синие нити как ее закрепить чтобы не было узелков в принципе точно также как мы закрепляли кончик я беру вот так переворачиваю и продеваю иголку под вышитыми ниточками и вот так вот продеваю смотрю чтобы кончик наш спрятался для как бы если боитесь для закрепления можно еще раз вот так вот тут рядышком продеть сейчас ведь она иногда выскакивает еще раз продеваем ты мог еще раз вот сюда если вдруг боитесь что она у вас все таки выскочит х во время вышивания первых крестиков так закрепили все и теперь продолжаем вышивать синий цвет и так синий цвет готов вот такая вот конфетка что-то похожее у нас уже получается и переходим теперь к следующему цвету какой цвет выбирать но тут в принципе уже особо не важно ну какой-то близлежащий который близок к тому что мы уже вышли по ну по расстоянию у нас картинка маленькая тут принципе неважно давайте начнем верни продолжим с вот этими квадратиками это у нас будет зеленый травяной вот такой вот цвет все это будут кружочки на конфетке и продолжим мы собственно с этим с этого цвета так собственно как это сделать ну вот ищем какие-нибудь вот допустим начнем отсюда снизу вот это в общем вот так и сюда придем так смотрим так вот она видите наша конфетка то есть это будет вот здесь зеленый цвет его мы собственно продолжаем вышивать на камеру конечно очень удобно так вот видите я опять с петелькой буду крепить нет ниточку свою так так закрепим так папа все никаких узелков все очень красивый теперь так 4 а и и таким образом вышиваем всю нашу конфетку следующий цвет я возьму вот эти вот и в конце выше вот этот черный год и так основные цвета я вышила вот что у меня получилось такая конфетка и сейчас я завершаю вышивку вот этим вот черным контур вот что у нас получается вот я сделала конфетку вот последний крестик вот так мы делаем вот на наша конфетка готова так закрепляем нашу ниточку как это обычно делаю так продеваем и закрепляем вот и все теперь мы и отрезаем иголочку убираем и любуемся результатом на белый фон положим так вот такая вот конфетка у нас получилось как видите вышивать очень даже просто приятно интересно ну и теперь останется только как-нибудь прикольно оформить нашу вышивку вариантов массы можно сделать магнитик вот по типу такого то есть я как-нибудь вот так вот вырезать и можно сделать из нее магнитик как-то так можно вышить эту конфетку на пластиковый канве сзади пришить фетры и сделать такой как знаете типа елочные игрушки ли пинки по как-то так подвесить за веревочку получится очень даже мне кажется креативно так что вариантов массы это все зависит исключительно от вашей фантазии надеюсь сегодняшний мастер-класс это видео вам понравилось было полезно если да ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал чтобы это видео увидела большее количество народу а в качестве обычного бонуса ссылочку на эту схему я оставлю в описаниях так что если вы хотите вышить такую же конфетку заходите по ссылочке и скачивайте схему и пишите пожалуйста в комментариях вопросы может вам что-то непонятно или пожелание к следующим выпускам если вы хотите еще такие мастер-классы то тоже пишите в комментариях ставьте лайки и всем пока пока